Всем привет! На связи телевидение Денис. И сейчас я хочу представить вам мою коллегу, дизайнера, художника, автора учебных программ 3D-моделирования и визуализации, бизнес-леди и очень интересного человека Рамазана Ужанну. Здравствуйте, Жанна! Здравствуйте, Денис! Очень рада присутствовать. Спасибо. Сегодня наша беседа посвящена дизайну интерьера и первый вопрос. Скажите, Жанна, на Ваш взгляд, для чего нужен дизайн-проект при ремонте в квартире? Ну, дизайн-проект это, безусловно, самый первый и основной этап в создании грамотного ремонта абсолютно любого помещения. Многие наивно полагают, что сэкономив на дизайн-проекте и так смогут получить отличный ремонт без каких-либо проблем. Но, как правило, реальность доказывает обратное. Вот попробуйте на секундочку представить, что некая строительная организация решит построить многоэтажный жилой дом, ну и вообще без какой-либо предварительной разработки проекта. Даже страшно представить, с чем им придется столкнуться вплоть до полного краха изначальной идеи. Так вот, точно такой же принцип работает и при ремонте квартир. Дизайн-проект это не просто картинка будущего интерьера, это набор тщательно разработанных документов, а именно это всевозможные чертежи, планировки, планы расстановки мебели, электрика, схемы раскладки плитки, спецификации различные, строй материалов, мебели, света, ну и многое-многое другое. Все это дает полное понимание того, что из себя будет представлять ремонт в плане финансовых и физических трудозатрат, как хозяевам квартиры, так и будущим строителям. Собственно говоря, чем тщательнее разработка на данном этапе, тем меньше финансовых и временных потерь, ну и головных болей у хозяев квартиры, соответственно. В противном случае бессонные ночи и нервные срывы хозяевам квартиры гарантированы на протяжении абсолютно всего цикла ремонтных работ. Спасибо. Как Вы считаете, Жанна, какие стили в дизайне интерьера на сегодняшний день наиболее популярны? Ну, я бы, наверное, выделила три самых ходовых стиля в оформлении интерьера. Это современный стиль в интерьере, дилетанты его еще часто именуют модерном, что в корне неверно, так как этим понятием именуется совершенно другое направление начала 20 века. Ну и также хотелось бы добавить сюда классические стили и арт-деко. Поподробнее немножечко расскажу про каждый из этих стилей. Что касается современного стиля. Это стиль, который собирает в себе все самые передовые разработки и новшества в отделочных материалах, в мебели, освещении. Это, прежде всего, легкость. Это пространство, насыщенное светом и воздухом, в которых отсутствует излишняя декоративность и присутствует, опять же, сдержанная цветовая гамма, белые, бежевые, серые оттенки. Ткани используются, как правило, с нейтральным рисунком, ну или вовсе без него. Минимум аксессуаров, минимальное присутствие открытых полок, глянцевые поверхности. И главный элемент современного стиля – это, конечно же, максимальная функциональность пространства. Вот. Далее про классику. Классический стиль, наверное, сейчас является одним из наиболее востребованных стилей на сегодняшний день. Он отличается торжественностью, строгостью и чёткой симметрией. Классический стиль, как правило, выбирают респектабельные и уже состоявшиеся люди с определённо высоким достатком. Для данного стиля характерно наличие колонн, витражей, розеток, лепнины, украшенных по золотой. Отделка из различных натуральных материалов, в первую очередь. Это мрамор, кожа, дерево и другое. Ну, обязательно, конечно же, наличие предметов антиквариата, в классике как же без них. Мебель из редких пород дерева, дорогой и богатый в оформлении текстиль. Изысканность и элегантность этого стиля уместны и актуальны абсолютно во все времена. Ну, и ещё один стиль, который хотелось бы выделить и о котором поговорить, это стиль арт-деко. В какой-то степени арт-деко – это компиляция неоклассики и современного стиля. Этот стиль достаточно дорогой, так как он призывает использовать в оформлении натуральные и дорогие материалы. Экзотические породы дерева, шкуры экзотических животных, кожа и так далее. Именно поэтому этот стиль часто используется в оформлении респектабельных отелей, яхт, квартиры звёзд мировой величины, частных апартаментов. Ну, и профессиональный дизайнер вполне может адаптировать этот стиль под наши городские квартиры. Скажите, Жанна, исполнение стилевого решения интерьера, оно доступно всем или это всё-таки Никит Дарс выше? Я глубоко убеждена, что чувство стиля зарождается в человеке на основании достаточно глубоких знаний и приличного опыта в реализации данного конкретного стиля. Поэтому, конечно же, у простого обывателя вряд ли получится воспроизвести желаемый стиль у себя в квартире, просто глядя на картинку какого-то понравившегося интерьера. Считаю, что каждый должен заниматься своим делом, поэтому лучше всего доверить это профессиональному дизайнеру. Так, а в дизайн интерьере есть какие-либо каноны, которые нельзя нарушать? Безусловно, в теории дизайна существуют определенные правила, которые помогают, например, создать интерьер в определенном стиле, а именно благодаря этим канонам мы можем получить какой-то задуманный результат. Но дизайн – это само по себе явление достаточно гибкое, и несмотря на эти каноны находятся достаточно талантливые личности, которые пытаются всячески от них уйти, благодаря чему порой рождается что-то новое, что-то интересненькое. Как говорится, правила существуют, чтобы их нарушать. А в дизайне интерьеров эта пословица очень даже имеет место быть. К сожалению, не все знают, сколько по срокам уходит на дизайн интерьера. И когда его лучше делать? Многие считают, что это можно выполнять параллельно с работами. Как Вы считаете, правильно это или нет? Конечно, идеальный запас времени – это месяц-два до запланированной даты начала ремонтно-отделочных работ. Такой запас практически всегда позволяет успеть выполнить все этапы дизайн-проекта. Но, к сожалению, часто лимит времени у заказчиков бывает очень сильно ограничен, и дизайн-проект приходится делать практически параллельно с ремонтными работами. Что, само собой, осложняет ситуацию как для самого дизайнера, так и для строителей. Ведь им также приходится корректировать свои планы и работы уже с учетом готовности чертежной документации. Поэтому, конечно же, лучший вариант для всех участников ремонта – это заблаговременно до начала подумать о заказе разработки дизайн-проекта. Жанна, а расскажите нашим слушателям принципы вашей работы и какие существуют сроки на исполнение дизайн-проекта? Обычно создание дизайн-проекта делится на несколько этапов. На первом предварительном этапе происходит встреча с клиентом. Мы знакомимся, заключаем договор, основательно прорабатываем техническое задание, заполняем анкету, ну и далее следует обмер и фотофиксация объекта. На втором этапе разрабатывается планировочное решение с расстановкой мебели, таким образом, чтобы это все идеально соответствовало изначальному техническому заданию. Далее происходит создание дизайн-концепта интерьера. Здесь составляются коллажи, осуществляется предварительный подбор мебели, отделочных материалов, освещения, сантехники и так далее. А на следующем этапе заказчик уже может увидеть то, как будет выглядеть его будущий интерьер посредством 3D-визуализации. Пятый этап – это создание альбома с чертежами для реализации проекта. Ну и уже шестой этап – по желанию клиента можно организовать авторский надзор, который поможет реализовать дизайн-проект максимально идентично разработанному. Если говорить о сроках, то для средней по площади квартиры создание полного дизайн-проекта занимает ориентировочно около месяца. Авторский надзор туда не входит, так как на авторский надзор потребуется дополнительное время, и это даже бывает порой от двух месяцев до нескольких лет. Даже такое было в моей практике. Вот, собственно, вот так. Спасибо, Жанна. И подводя итог сегодняшней нашей беседы, становится очевидно, что на услугах дизайнера экономить не стоит. А из своего опыта вспомню случай, когда в большой квартире площадью более 130 метров квадратных заказчик не счел нужным воспользоваться услугами дизайнера, полагаясь на собственное видение и чувство вкуса. В голове приставляло на дно, а на деле получилось совершенно другое. В итоге все равно воспользоваться услугами дизайнера пришлось, а как итог потерянное время и материалы. Ну, еще раз большое спасибо вам, Жанна, за ваше участие в консультации для наших слушателей. Да не за что. Всего доброго. Субтитры сделал DimaTorzok